История моей семьи, история моей страны. Необычная встреча под таким названием прошла в Мирненской городской библиотеке. Организовали ее представители муниципального отделения партии за женщин России. Для участия пригласили студентов колледжа. Им рассказали об одной из самых драматичных и героических страниц отечественной истории. О блокаде Ленинграда. На встрече присутствовала Мария Урцева. Песни, стихи, истории о войне и блокаде помогают молодежи почувствовать причастность к истории нашей страны. Мы хотим, чтобы молодежь, подрастающие поколения, они знали свою историю. К сожалению, не везде это все прописано. Все это только начинаем опознавать. Пусть еще другие подрастающие поколения знают историю и помнят. Татьяна Орлова подготовила проект о своей матери Инне Казалайнин. Ей помогли преподаватели и студенты колледжа. Это история о удивительной женщине. Она знала пять языков, воспитала четверых детей и долго скрывала от своих родных блокадное прошлое. Когда одна из наших женщин предложила, что будет такой проект, я предложила сделать этот проект, посвятить именам своей матери. Потому что история моей матери не только перевлекается с историей войны, но и с историей родного нашего края. Татьяна Орлова с большой любовью, нежностью и благодарностью вспоминает свою мать. О том, что она пережила блокаду, узнала сама, начав поиски архивных документов. Она всегда мне говорила, Таня, спасибо тебе за то, что ты все это раскопала. Я бы не нашла мужества просто вам вот так вот рассказать. Просто это настолько больно было для нее. И для нашей семьи это было больно. Сегодня нам не понять всю ту боль и лишение, что пережили люди во время Второй мировой войны. Но в силах каждого помнить, не забывать и передавать следующим поколениям эти истории. Чтобы они знали, какой дорогой ценой нам досталась победа. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Роман Ларин, телеканал «Алмазный край»